Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян вновь поставил старую пластинку, заявив, что Карабах, как он считает, не будет в составе Азербайджана. Такое высказывание он сделал, отвечая на замечания армянских журналистов, обративших внимание на то, что после поражения в войне высшее руководство Армении президент, премьер-министр, спикер парламента так и не осмелились приехать в Карабах. Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова. Член экспертного совета офицеров России Александр Перенджиев в беседе с ОУХАС назвал слова Армена Григоряна проявлением информационной войны. Давайте разберем ситуацию детально, по этапам. Первая. Была бывшая НКА в составе Азербайджанской ССР, а еще были семь оккупированных районов. Прошлогоднее ноябрьское трехстороннее заявление стало возможным благодаря военной победе Азербайджана. Азербайджан войной вернул одну часть территорий, а другая была безоговорочно возвращена согласно подписанному заявлению. А ведь всю эту территорию армянская сторона постоянно называла Карабахом и считала своей. Второе. Непосредственно бывшая территория НКА. Давайте вспомним, что в ноябре прошлого года азербайджанские войска после подписания заявления остановились на тех позициях, которые занимали. И никуда оттуда не уйдут. Не оставят же они шушу, верно? На оставшейся части бывшей НКА сейчас расположены российские миротворцы и ситуация заморожена на время. Но российский контингент уйдет и поэтапно эта территория перейдет под фактический, а не только юридический контроль Баку. Азербайджан сейчас совершенно верно сосредоточился на экономическом восстановлении земель, открытии транспортных коммуникаций в Зангизурском коридоре. Есть еще международный проект МТК Север-Юг, который, правда, несколько застопорился из-за напряжения между Баку и Тегераном. На этом фоне официальный Ереван, опасаясь грядущего перехода оставшейся территории Карабаха под полный контроль Баку, стал вести себя так, как раньше, когда удерживал все территории. То есть в Армении решили вернуться к старой риторике? Совершенно верно. Это просто старая риторика, но уже в новых условиях. Армянская сторона и ранее игнорировала мадридские принципы, да и сейчас это делает. А вот Азербайджан гарантировал работу Лачинского коридора, выполняет взятые на себя обязательства. Да, при этом в мадридских принципах говорилось о некоем статусе Карабаха, который должен решаться путем переговоров. Но о каком статусе территории можно говорить после войны? Азербайджан этот вопрос закрыл. Статус территории это уже не предмет для обсуждения. Да, я понимаю позицию Азербайджана. Но я говорил о договоренностях, которые обсуждались ранее. В любом случае, все вопросы будут решаться путем переговоров. А заявление о том, что Карабах не будет в составе Азербайджана, это провокация. Учитывает ли Ереван, что подобные провокации может привести к военным столкновениям. Да, сейчас в Карабахе есть миротворцы, с их нахождением согласился Баку, но ведь срок пребывания российского контингента ограничен. Ереван опять рассчитывает на помощь России и ОДКБ. Но есть совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Анкара присутствует в регионе и надо понимать, что Россия и Турция друг с другом воевать не собираются. В Армении подогреваются реваншистские настроения, мол, вернем Карабах и так далее. А надо просто выполнять договоренности и не придумывать ничего своего. Кстати, о договоренностях. Сейчас на всех уровнях активно обсуждается вопрос подписания Большого мирного договора между Азербайджаном и Арменией со взаимным признанием территориальной целостности в рамках границ, установленных во времена СССР. Если помните, я говорил о подписании такого договора, о неизбежности признания границ еще три года назад. Тогда никто этого не предполагал, да и мало кто верил в такую возможность в обозримом будущем. А сейчас все идет именно к этому. И последний момент, правительство Армении на 11% повышает военные расходы. На эти цели в армянский госбюджет на 2022 год заложена сумма в 723 миллионах долларов. О чем это свидетельствует? Это желание реванша. Желание реванша, конечно, присутствует. Но, как мне кажется, наращивание военного бюджета – это попытка восполнить прошлогодние потери, которые были очень значительными. Посмотрите хотя бы на парк военных трофеев в Баку, где выставлена часть захваченной армянской военной техники.